Волейбольных матчей уровня чемпионата России в Тюмени не было с весны, но возвращение высшей лиги большой радости болельщикам все равно не доставило. Ведь воды с марта утекло много, а коронавирус бушевать меньше не стал. Потому неудивительно, что игры второго тура женского первенства прошли без зрителей. Впрочем, есть и хорошие новости. К таковым относится та, что тюменские команды мастеров теперь играют в новом зале Академии спорта. Комплекс здоровья, увы, устарел и структурно, и морально. Очень хороший, светлый освещение, все хорошо, тераплекс, очень удобно. Открыли тур «Уралочка-2» и курский «Юзгу-Атом». Невооруженным глазом просматривалось, что у обеих команд давно не было игровой практики. Отсюда и нестабильность, и развитие событий, больше всего наводящая на мысль о качелях. В итоге в равном матче победили более молодые волейболистки из столицы Урала 3-1. Может сказалось то, что мы две недели болели, девчонки сидели на карантине, как бы все равно тяжело. Приехали еще без особой замены, но все равно сами, сами много наошибались, к сожалению. Стоит сказать и о том, что программа тура получилась укороченной. Не приехал в Кемень волгодонский импульс. Не посетит он, впрочем, и другие города. Команда попросту снялась с чемпионата. А потому в день проходила лишь по одному матчу. В повторном противостоянии «Уралочка-2» курским девушкам уступила. Для резервисток самого титулованного клуба страны это поражение стало первым в чемпионате. Сегодня во многих моментах провал произошел. К сожалению, концовочные мячи не добивали. Есть над чем работать. Конечно, всех коснулась эпидемия эта. Все переживают какой-то сложный период. Но, тем не менее, мы продолжаем играть, что очень здорово. Теперь перейдем непосредственно к главному для Тюмени событию тура. У хозяек площадки обязательный предтуровый тест выявил коронавирус. Далеко не у всех игроков, однако команда в полном составе ушла на карантин. Решение ситуации нашли в использовании резерва. Именно дубль провел два матча против Юзгу «Атома», что для гостей стало неожиданностью. Мы до последнего не знали, с какой командой мы будем играть. И вот мы узнали по факту, что против нас будут играть девочки. И нам, как команде выше Лиги А, нельзя было расслабляться и дать слабинку. Дебют в Лиге А для Тюменского фармклуба получился предсказуемо сложным. И вместе с тем логичным. Играть с опытной сыгранной командой вышли девчонки, самым старшим из которых по 17 лет. И пусть даже и бились они достойно, но особых шансов не имели. Хотя бы потому, что попросту не смогли справиться с подачей. Если учесть, что это наша первая игра на таком уровне, в общем-то все неплохо. За исключением того, что не справились с приемом. Потому что сами такую сильную подачу еще подавать не умеем. На следующий день чудо тоже не произошло. Правда, без плюсов все же не обошлось. Если в первой встрече сибирячки совсем не справились с приемом, то на второй день этот компонент подтянули. Но, как известно, если где-то прибыло, то в другом месте обязательно убудет. Вчера было намного сложнее. Мы были шокированы даже, что мы играем в «ШКА». Вчера не сладилось с приемом, но сегодня уже с блоком не получилось, с нападением. А в приеме как раз справились со всем. Сегодня не было таких эмоций, как вчера. Гости вновь успешно решили главную для себя задачу. Не позволить дать самим себе слабину. А потому особых шансов у хозяек, несмотря на все старания, не было. Предсказуемое поражение 0-3. На самом деле молодежь очень боевая. Мы были удивлены, как девочки ответственно подошли к игре, они рвались в игру, у них горели глаза. Несмотря на максимально неудачно сложившийся домашний тур в таблице высшей лиги А, тюменки сейчас идут пятыми. Притом нужно учитывать и разное количество игр, проведенных конкурентами. Коронавирус вмешался в жизнь уже нескольких команд. Пока календарь говорит о том, что следующий тур тюменки должны провести совсем скоро, с 5 по 8 ноября в Уфе. Но вот в каком составе они туда поедут, большой вопрос.